Всем привет, с вами Никита Дилэй и сегодня у нас на канале топ 5 карт для игры Farming Simulator 19. Сразу же скажу, что это не 5 лучших карт, это 5 разных карт и каждая из них мне, лично мне, нравится больше всего какой-то определенной своей категории что ли. И здесь я выражу исключительно свое мнение, которое не претендует на правду, которое кстати не является рекламой если что. И эта информация актуальна именно на сегодняшний день, потому что быть может быть завтра появится что-то лучше через неделю, через месяц, через год, через 10 лет. Мы говорим про сегодняшний день и про мое личное мнение, в общем-то поехали. Ну и первая карта, которая попала в наш так сказать топ называется Corn Belt. Это одна из самых больших, если не самая большая, существующих на сегодняшний день карт для 19 фермы. Она идет 16 на 16, разумеется рекомендую я ее для любителей больших полей, например вот это вот 20 поле имеет площадь 75 гектаров. Стоимость участков здесь не очень большая, то есть совсем маленькие поля стоят там по 300 тысяч, 18 гигантское поле разумеется будет стоить 12 миллионов, но это скажем так немного за такую площадь. На карте также есть несколько железнодорожных путей, есть всякие силосные хранилища около полей, то есть можно заниматься транспортировкой путем перевозки всего этого дела на поезде. Есть также на карте несколько дополнительных культур, таких как морковь, лук, рожь и так далее. Увы, это все дело не переведено, но я думаю разберетесь. Да, кстати, эта карта у нас залита на наш выделенный сервер, на котором может поиграть любой желающий. В описании есть ссылочка на ролик, как со мной поиграть, там в общем-то все подробно рассказано. На карте нет никаких производств, но никто же не мешает вам поставить свои. Сделана она в американском стиле, я бы не сказал, что отличается какими-то супер крутыми видами, но, ребят, здесь фишка в больших полях. В общем-то, кто любит большие поля, рекомендую играть на корнбелте. Для любителей поработать ручками на отечественной карте, отечественной техникой я посоветую карту Варваровка. Эта карта была довольно-таки популярна и в 15-й ферме, и в 17-й, и вот она перешла и в 19-ю ферму. Правда, вроде как не автор карты, ее сюда портировал. Да, друзья, я знаю, что есть также много замечательных карт, типа совхоз Рассвет, поселок Новотроицкий, ягодная в конце концов, но вот лично мне из подобного рода карт зашла именно Варваровка. На этой карте не очень большие поля, так что, в принципе, вполне можно обойтись без курсплея для тех, кто его не любит, не умеет, или просто любит работать ручками. На карте есть встроенные загоны для животных, есть несколько производств, их немного, но они есть. Как по мне, виды на этой карте очень хорошо проработаны, и реально складывается такое ощущение, что ты в деревеньке, потому что тут есть магазинчики в старом стиле, в советском, разбитые дороги, деревенские домики, маленькие огородики около этих домиков, в общем-то, все как мы любим. Да, некоторым может не понравиться, что карта довольно-таки плоская по ландшафту, и нету там холмов, гор и так далее, но, как по мне, это не является большим минусом, хотя кому-то это и не нравится. Свежую версию этой карты можно всегда найти по первой ссылке в гугле, называется она Варваровка. Кто хочет простую, уютную атмосферу, без особо сильных заморочек, добро пожаловать. Далее, друзья, мы перейдем к одной из моих любимых карт, называется она Свапа Агра. У меня на канале есть прохождение по этой карте, плейлист на это дело есть в описании, конечно же, как обычно. И, в общем-то, чем эта карта хороша? Во-первых, она довольно-таки большая, на ней есть поля абсолютно разных размеров, начиная от самых маленьких и заканчивая большими. Плюс половину из них можно пообъединять, так удобно они расположены. Плюс для меня, как для любителя курсплея, поля здесь, ну, не то чтобы все прям ровные, но и не кривые. Поэтому курсплейчик здесь работает прям замечательно. Плюс на карте огромное количество производств, прям реально огромное. Тут всегда будет чем заняться. Карта, друзья, сделана с упором на хардкор, и цены на участки здесь довольно-таки дорогие, поэтому любители, я думаю, оценят. Мне, в принципе, это нравится. Также на карте есть очень много дополнительных культур, как я уже говорил, очень большая цепочка производств. Плюс карта постоянно обновляется, и разработчики карты всегда прислушаются к пожеланиям пользователей. Я, конечно, не скажу, что она прям очень красивая. Она ни разу не похожа на какую-то старую советскую деревню, и советской атмосферы вы здесь, увы, не найдете. Но здесь вполне интересная экономика, интересный менеджмент, и интересные, опять-таки, цепочки в производствах. Разработчики очень много внимания уделяют всяким мелочам. Производства все сделаны очень красиво, красивые анимации и все такое. Я же здесь лично на советской технике не играю. Здесь вполне хорошо смотрятся Джон Зиры, Нью Холланда и все остальное. Скажем так, более развитый какой-то у нас тут поселок городского типа, что ли. Единственный, конечно, косяк для многих, карта, увы, платная. Ссылочка на группу поддержки, конечно же, есть в описании. В общем-то, любителям всяких сложностей рекомендую. Следующая карта понравится и любителям советской техники, и любителям запариться по производствам, и называется она Зеленая долина. Как и на предыдущей карте, о которой мы говорили, здесь есть различные по размеру поля, есть много дополнительных культур, а также очень-очень большое количество производств. Глобальным отличием от предыдущей карты является, конечно же, местность. Здесь же реально хочется рассекать на МТЗшках и на всякой старой советской рухляде. Причем именно рухляде. Причем именно рухляде. Система продажи на рынках, которая реализована тоже через Global Mod, через Global Company. По этой карте тоже у нас идет прохождение, даже некоторое такое РПшное что ли. Ну и как и с предыдущей карты СВП Агро, для некоторых может показаться минусом, карта платная. Ссылка на прохождение и на группу поддержки этой карты ВКонтакте вы можете найти в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и последняя пятая карта, о которой мы сегодня поговорим, называется Нордфрисиши Марш. Буржуйское название, буржуйская карта. Благо есть на свете такой замечательный человек, как Дрэгон Тис, который занимается переводом карт, модов. И он перевел вот эту замечательную карту. В принципе с виду карта ничем не примечательная. Есть также дополнительные культуры, для тех кому интересно это. Поля разных размеров, заточено все разумеется под европейские виды. А также на карте не расположено ни одного производства. Но в комплекте с этой картой идет очень большое количество производств, которые, в отличие от двух предыдущих, вы можете располагать где захотите. Они также работают все на глобале, но он вроде как тоже идет в комплекте. Хотя советую ставить последний из модхаба. Так что с производствами здесь все хорошо и ставьте где хотите. Как по мне это довольно большой плюс. Также есть много объектов, которые находятся в категории прочие. Тут есть различные точки продажи для модовых культур. А есть некоторые здания, которые приносят вам пассивный доход. Например вы можете построить дом отдыха и он будет вам приносить 350 евриков в час. Есть ветряки, которые мы все помним из 17 фермы и их решили почему-то выпилить. Есть солнечные батареи и есть гаражи, у которых эти самые солнечные батареи находятся на крыше. И они также приносят вам пассивный доход. Как по мне это довольно прикольно. Данная карта не обладает какими-то сверх выдающимися пейзажами. Сделана она в стиле обычной европейской деревушки. Вполне современной. Поэтому современная техника буржуйская тоже на ней смотрится просто замечательно. Карта не сказать что хардкорная, хотя цены на производство порой кусаются. Но что самое примечательное в ней это большая свобода действий и возможности располагать все там где вам заходят. Скачать ее можно на сайте Драгантиса, если вам конечно же русская версия нужна. Я думаю в гугле вы ее найдете, вы же у меня умненькие. На этом друзья все. Еще раз повторюсь, я выразил просто свое мнение и на мой взгляд эти 5 карт, каждая в своей сфере лучше. Они абсолютно разные и их нельзя сравнивать между собой, потому что они очень разные. И что самое замечательное, все хороши. В общем-то если вам информация показалась полезной, то поставьте пожалуйста лайк под этим видео. Если вы не подписаны, то подписывайтесь на канал, у нас интересные прохождения, стримы и все такое. Пишите в комментариях карты, которые вам нравятся. В общем-то всем друзья, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй, всем всего доброго, пока-пока.